Уважаемые соответственники, согласно информации, полученной от университета имени Джона Хопкинса Соединенных Штатов Америки, коронавирусная инфекция регистрируется в 187 странах мира. Общее количество зарегистрированных больных на сегодняшний день составляет 5 миллионов 789 тысяч случаев. Только за последний вчерашний день в мире зарегистрировано 106 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. У нас в республике общее количество зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией на этот час составляет 3396 случаев. За вчерашний день еще 32 пациентов выписаны по состоянию здоровья из инфекционных стационаров и переведены в центры реабилитации. Таким образом, у нас более 81% пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели от этой инфекции. Общее количество на сегодняшний день выздоровевших лиц составляет 2668 человек. Согласно информации, полученной от Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стационарах инфекционного профиля находится 714 пациентов с диагнозом коронавирусной инфекцией. Согласно мнению специалистов, состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, состояние одного из них как крайне тяжелое. У нас в республике карантинные мероприятия продолжаются. Более 46 тысяч наших соотечественников находятся на карантине. Из них более 20 тысяч в стационарных условиях. Только за вчерашний день был проведен 13 800 лабораторных исследований. Таким образом, общее количество лабораторных исследований с момента эпидемического подъема коронавирусной инфекции составляет 625 тысяч исследований. У нас в республике ситуация по коронавирусной инфекции остается сложной. К великому сожалению, больные с коронавирусной инфекцией выявляются среди общего населения. В некоторых случаях мы не можем находить источников инфекции. Может, они среди нас, может, они наши близкие. Поэтому мы всегда должны беречь себя и своих окружающих. Будучи на улице, соблюдать все требования, предъявляемые во время карантина и ограничительных мероприятий. Мы не должны поддаваться эйфории по свету нашего региона. Новоинский область был зеленым регионом. Там начали регистрироваться больные, она стала красным. Бугарский область тоже был зеленым регионом. Там выявлен 7 случаев коронавирусной инфекции, она стала тоже красным регионом. Мы никак не можем прервать эпидемический процесс при данной инфекции. Поэтому мы, сообща, должны работать в плане противодействия распространения коронавирусной инфекции в республике Узбекистан. Будьте очень внимательны. Больные с коронавирусной инфекцией могут быть и среди нас, и среди наших близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова